Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале «Анекдоты от Адая» и с вами я, актер Владимир Ямненко. Дорогие друзья, все вы знаете, что минута смеха продлевает жизнь на 5 минут. А мы с вами встречаемся ежедневно на 8 минут. Это получается 8 умножить на 5, получается 40 минут продления жизни. А если 40 минут умножить на 365 дней, это получится больше 240 часов. Это то есть больше 10 суток за год мы продлеваем себе жизнь. Поэтому общаемся и живем долго, друзья! Ну и конечно же, не забывайте нажимать на колокольчик, для того, чтобы мы с вами завтра встретились. Ну и остальные атрибуты там, лайки, комментарии. Да, за комментарии вы знаете, можете получить приз. Ну что ж, пользуйтесь своими привилегиями, а мы начинаем. Розочка обращается до своего мужа Фиме и говорит, Фима, и что-то я понять не могу. Объясни мне разницу между Чернобуркой и Песцом. Здрасте, Роза, ты что, глупая? Чернобурка – это леса, а Песец – это обстоятельства. Встречаются два соседа, один смотрит на другого, говорит, Фима, что случилось? Что ты ходишь с пересоленным лицом? Говорит, так. Моя Роза нашла на моей сорочке помаду женскую. Господи, это ж какой гембель, ой, еще какой. Уже трое суток ходит за мной, говорит, хочу такую же. Пациент заходит к врачу и говорит, здравствуйте, доктор. Тут говорит, здравствуйте, заходите, присаживайтесь. Говорит, доктор, расскажите, ну честно только, а это правда, что вы можете поставить диагноз по любимому литературному произведению пациента? Говорит, ну, конечно, правда. Вот какое ваше любимое произведение? Он? Мое? Чернышевский, что делать? Ага. И давно у вас не стоит? Мама с маленьким сыном у стоматолога. И она обращается к своему сыночку. Говорит, сыночка, дорогой мой, любимый, а вот теперь давай, открой ротик, пусть дядя вытащит свою ручку. Ресторан, клиент зовет официанта и говорит, официант, эй, у меня суп, мух упал. Официант смотрит на него, говорит, вы хотели сказать, упала муха? Говорит, эй, вах, какое зрение, а? Знаете, друзья, люблю те минуты, когда ты уже принял алкоголь в желаемой дозе, но еще не жалеешь об этом. С пятницей вас! Друзья, все начинается с детей, поэтому правильно обучайте своих детей. И не забудьте, не забудьте, чтобы он у вас был эрудитом, в туалете должна быть яркая лампочка. Друзья, знаете, я заметил такую штуку, что вот некоторые так следят за своим здоровьем, вроде они собираются жить вечно, а другие так вообще не следят. И, кстати, по той же самой причине. Друзья, говорят, кто вспоминает прошлое, значит, стареет. Друзья, я предлагаю, а давайте занырнем и посмотрим на меня молодого, красивого, с голубыми глазами высокого блондина. Смотрим. Мастер на заводе обучает новичка. Значит так, видишь рычаг? Молодой, да, вижу. В 8 утра приходишь, включаешь рычаг. В 6 часов вечера выключаешь рычаг. Понял? Так, нет. Хорошо, еще раз повторяю. В 8 утра приходишь на работу, берешь и включаешь рычаг. В 6 часов вечера выключаешь рычаг. Понял? Нет. Повторяю еще раз. В 8 часов утра, в 8 часов утра, ты приходишь, включаешь рычаг. В 6 часов вечера, в 18.00 выключаешь рычаг. Понял? Мастер, ты что, тупой что ли? Я же тебе уже 5 раз и сказал, не понимаю я. Заяц нашел бутылку в лесу. Открыл. Фотка. Он буханул. Идет себе по дороге. Такой весь авторитетный, блатной. Смотрит, бык стоит. Он, слышь, бычара, ушел с дороги. Бык никакой реакции. Он подбегает, говорит, ты что, бычара, не понял? Я говорю, свалил с дороги. Давай, бык, ноль, стоит, жует траву. Говорит, ты понимаешь, какой бычара? Ты тварь вонючая. Ты что? Я к тебе обращаюсь. Ты что, меня не слышишь, бычара? Свалил с дороги, я иду. Бык глянул на него искоса. Затем повернулся к зайцу задом. И навалил на него здоровенную кучу говна. Заяц вылез из этой кучи говна. Говорит, аааа, шо, бычара, обосрался, да? Вчера хотел перейти на пешеходный переход. Ну, на зебре. В светофор не работал. Ни одна машина не пропускала. Просто ни одна. Летят без остановок. Тогда я взял кирпич и пошел. Остановились все машины. Все стали такие культурные. Даже полицейская машина с мигалкой и та пропустила. Я с такой улыбкой прошел на другую сторону дороги. Вот что значит. Улыбайся людям, и все будет хорошо. Маленькая пятилетняя девочка спрашивает у своего папы. Говорит, папа, скажи, а еще когда ты маму не знал, кто тебе подсказывал, как везти машину? Трое решили бухануть, взяли пляшечку. Один говорит, ну что, тамада буду я. Это решено, все знают, все понимают. Остается выбрать нам аналитика. Подожди, а что будет делать аналитик? Ну как что? Проверять, аналита ли? Ну как обычно, охотники на привале, рыбаки на привале, ну то есть брахуны на привале. Один говорит, как-то был на рыбалке, леща поймал, вот такого леща. И представляешь, вся шелуха у него из натурального серебра. Я даже попробую точность серебро, которое говорит, да, ерунда. Я на охоте был давеча, лося застрелил. Подхожу, а рога у него из чистого золота. Я говорю, блин, вот это да. Третий говорит, а мы как-то тоже поехали отдохнуть на природу. Взяли водки, а стаканов не взяли, представляете. Пришлось водку домой тащить. Все переглянулись, говорит, ну это точно брахня. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня, пожалуй, все. Хотел бы вам пожелать долгих лет жизни. Ну а вы не забывайте там комментарии, лайки, ну и обязательно колокольчик, для того, чтобы встретиться с вами завтра. А на сегодня пока. Субтитры сделал DimaTorzok